Мордовские языки в диалоге культур. Круглый стол с таким названием собрал ученых, учителей, преподавателей вузов, сотрудников музеев и библиотек, авторов учебников, студентов и блогеров. Всех, кто искренне переживает за родные языки и стремится каждый день их поддерживать – и в жизни, и в работе, или учебе. На беседу о важном участников пригласил Поволжский Центр культур финно-угорских народов. Главная цель встречи – поднять самые насущные проблемы, обсудить возможные варианты их решения. Особое внимание мнению молодежи. Студенты могут подсказать, как же действовать, как быть, почему сейчас молодежь не говорит. Они со своей точки зрения, именно с молодежной, могут подсказать, в каком направлении мы можем двигаться. И поэтому для нас это будет очень важно. Воспитатели, которые сегодня будут говорить, они тоже будут говорить о проблемах языка. Именно в дошкольных учреждениях, как там преподается. На встрече большое внимание уделили обсуждению республиканской программы по развитию культуры мордовского народа. Среди других тем – работа с национальной молодежью, подготовка кадров, переподготовка и повышение квалификации учителей мордовских языков. А также продвижение национальной культуры в медиапространстве. В первую очередь я буду говорить, конечно, о тех группах, пабликах ВКонтакте, которые ведутся на макшанском языке. Такую группу веду и я. Эта группа называется Варма. Веду я одна, полностью на макшанском языке. Но есть и другие инициативные люди, о которых я с удовольствием тоже сегодня скажу. У нас действительно очень много проблем. И очень важно видеть друг друга, слышать друг друга. Мы не всегда знаем, кто что делает. А оказывается, какой-то отдельный человек делает на самом деле очень много. И поэтому такие круглые столы, такие встречи очень важны. На круглом столе заслушали больше 10 докладов. Самые удачные предложения были зафиксированы. Было отмечено, их непременно возьмут в работу. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости.